В сердце. Такое сердце-то исходят все помыслы. Это хорошо, что Бог в сердце, правильно. Но если он в сердце, тогда видно, что человек живет для Бога. Он даже и внешне себя образ содержит, который Бог дал. Не подкаблучник бритый. Вам сколько лет, уважаемый? Да вам зачем говорить? 81-й. Вам еще и даст это, уважаемый. Просто интересно. А откуда у вас такие религиозные планы в голове? Я увидел, увидел. Я отвечаю, Христос умер за грехи людей и ждет с покаянием. Воскрес для нашего оправдания. Я вам скажу так, у вас чересчур религиозный взгляд. А религия – это способ управления людьми. А я о религии не говорю. Я говорю о Христе, который умер за нас. Лицо Второй Троицы. А почему вы не говорите о Аллахе? А о чем? Зачем я буду говорить? Это не моя вера. Если это вера ваша, вы должны говорить о ней. Нет. Причем я верю в Бога. И для меня не важно, Аллах он или Иисус. Разница есть. Умирал за грехи людей Христос. Не кто-то другой. Вы можете тысячи лет брать. Да вы его какие-то называете. Иисус Христос умер за грехи людей. А вы по-другому назовите. Назовите в любой религии. Кто умер за грехи людей? Да ну, все, что написано руками человека, это не есть правда. Да я не о правде говорю только. Потому что правды без Христа нет. Он говорит, я есть им путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Евангелие Теана 14.6. Я читал Евангелие и не раз. Дело не в этом. Дело в том, что вы говорите конкретно именно о Иисусе. Я с вами полностью не согласен. В Евангелии написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. И ждет ее вечный огонь с сатаною. И так пять лет в тюрьме сегодня. Это прямо я тебе говорю. Матфея 25 глава и Марка Евангелие 16. Я понимаю. Но еще раз. Для меня это для каждого, для меня лично, как угодно Бога называть. Он есть Бог. Я в него верю. Если вы не исповедуете Христа, пришедшего во плоти, то у вас дух антихриста, говорит Евангелие Иоанн. Ну пусть будет так вам виднее. А без церкви спасения нету, вне церкви. Церковь – это тело Христово. В церкви Господь поставил пастыря и священников, где принимают исповедь. Церковь – это бизнес. Вы встали сегодня, молились? Да я каждый день молюсь. Молитва просвещает человека, а не оглупляет. Я молюсь каждый день. Не один раз в день, а раз по 500, наверное. Но это делают для себя и про себя, и чтобы не одинчик рядом. У мусульман самое ценное – намаз. Совершается пять раз в день. У нас семь раз. А вы – пятьсот раз. Вы пять раз даже не помолитесь. Потому что за один раз и то сто поклонов. А у вас вид такой, как будто бы только отходите от наркотиков. Нет, не употребляю. Ну, не употребляешь – это слава Богу. Здесь половина мужиков голые валяются, никому не нужная. Пришли все для блуда. Для блуда пришли. Этот щад, рулетка – это садом. А вы зачем туда здесь сидите? А за тем, что больные имеют нужду во враче. И мы пришли возвестить о великом гневе Божьем, о великой радости. Что людей ждет? Я уже здесь побеседовал, больше, чем с тысячей людьми. Вы себя врачом считаете? Ну, некоторые люди поняли, вышли отсюда. Детей сюда не пускают. Мы можем показать плоды, как говорится у Якова, 18 вер. Покажи веру ту без дел твоих. А я покажу веру из дел моих конкретных. Вот как нужно жить. Чтобы город на вершине горы сиял всеми огнями. Но вера без действия – это не вера, правильно? Это неправда. Да. Поэтому надо верить и делать то, что Господь заповедал. Любить Бога, любить ближнего. Согласен с вами. Такой мусульманин, который еще и салвы ест. Вот, а ты видишь как. Ну, я вас не сужу, я просто говорю, что мы встречаемся с мусульманами очень часто. И поэтому она спрашивает, а вы что признаете? Я говорю, я свою книгу знаю. А вы свою. У нас написано, кто будет говорить не так, а на пи моему. А вы сами решайте, кто вы. Вы появились на 600... Нет, ты на этого похож. Из мультика, на я Тихона. Не знаю. На кого я похож. Я знаю только, что я не исказил свой образ, такой, какой есть. Люди бороды бреют. Это подкаблучники, женщины над ними командуют. Это власть моя. Это Бог взял. Да-да-да, вот она тоже есть маленькая. Ну, маленькая надо, она стариком. Не надо усы трогать. Бог так сотворил меня. Я себя не делал. Поэтому надо быть благодарным Богу. Вот мы ездили в миссионерскую поездку. И ночевали в доме Мулы. В Баку, Азербайджан. Очень грамотные люди. И беседовали. У них Библия есть, Коран, Тора. Так. А вы откуда будете? Из кухни зашел сюда. Нет, нет, нет. Где проживаете? О, вопрос другой. Вы хорошо русский язык знаете, правильно задавайте вопрос. Я нахожусь в городе Барнаул, Алтайский край. Игнатий Тихонович Лапкин. 81-й год мне. Вот вам данные мои. О, 81-й год? Да. Мы славим Бога. Христос за нас умер и освободил нас от грехов. Ни в одной религии нет Спасителя. Только в христианстве. Понятно. Ну ладно, Дед, что? Я дальше пойду. Ну давайте. Если вы хотите больше узнать, в скайпе найдите Игнатий Лапкин. Я один. Я скину наши ресурсы. У нас огромный Ютуб-канал. У меня в Ютубе, только на канале, 17300 роликов. Ладно, давай, Дед, удачи тебе. Ну вам всего хорошего. Да приведется вас Господь к познанию истины. С Богом. У нас ложь, смертный грех. Поэтому каждое слово истина. А сегодня, если все по правде будут говорить, государство развалится. Привыкли все скреплять ложью. Начинает со статистики и кончая милицией в семьях. Муж обманывает жену. Жена мужа, дети и родители. Одна ложь. Какого города, Бать? Да, Бать? Да вам это никакой роли не играет. Мы пришли для того, чтобы возвестить путь спасения. Чтобы люди познакомились с волей Божьей, которая изречена в этой книге. Что за нас умер Христос. Ждет с покаянием. Так жить нельзя, как здесь живут. Ни один блудник прелюбодеет. Царствие Божие не наследует. И поэтому мы стараемся людям показать, откуда все идет. Для нас... Ну, я знаю. Я тоже крещеный. Нахожусь здесь для пользы людей, чтобы рассказать им о Боге, о вечности. Что ждет людей за нарушение заповедей Божьих? Ни один прелюбодей, блудник, Царствие Божие не наследует. Дай Бог здоровья вам. Спаси Христос. Ладно, побегу я дальше. Во славу Божию добудет наша жизнь. Всего доброго. Если бы бесели верующие. Как испугал. Только не ругайся, чтобы... Да я наоборот извиняюсь за то, что ругаюсь. Ничего. Мы здесь для того, православные люди, проповедники, пришли, чтобы в этом месте разврата засиял свет Божьей любви. Что Иисус Христос умер за наши грехи и ждет с покаянием. А почему вы в чате рулетки об этом говорите? Да потому что это место садом. Здесь одни блудницы. Женщины тут трясут грудью, совокупляются. Хуже всякой скотины. Люди пришли, это место для блуда. Ее для этого создали рулетку, чтобы они на площадях не гноились, а чтобы здесь в одном месте блудили, весь Сифилис сюда занесли. Ужасно. Да, так и есть. Ну, половина мужиков голые лежат. Вот как вы одеты, это тут мало. А кроме того, тут процентов 85 мусульмане. Самое развратное, все суда собралось. Извините, пожалуйста, мы не виноваты. Да, но мы должны сказать, во враче нужду имеют нездоровые, а больные. Для этого мы пришли, чтобы рассказать, Иисус умер за наши грехи и воскрес. И сегодня Он может любого избавить от этого греха. Делающий грех, есть раб греха. Я не могу бросить курить, пить, наркотики. Иисус в один раз тебя, за один час тебя освободит. Встань на колени, помолись, поплачь. Пойди в храм Божий, там есть священники. Сходи на исповедь. Хорошо, дедушка. Всего доброго вам. Ну, вас храни Господь. Если вы хотите больше узнать, два слова запомните. Игнатий Лапкин, это я. И зайдите по скайпу. Я скину вам свои ресурсы. Вот есть в Ютубе, если вы зарядите канал «Восвете Библии Игнатий Лапкин». «Восвете Библии Игнатий Лапкин». У нас Ютуб. У меня 17 тысяч 300 роликов здесь. Хорошо, Игнатий. Да, да. Посещаемость 43 миллиона. Все, понял. Во славу Божию. Храни Господь. Единственное, на всю страну, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Алтайский край. Игнатий Тихонович Лапкин. Мне 81 год. Вот такие данные сразу выдаю, чтобы зря они время не тратили. Вы зря время не тратите. Мне очень интересно. Ну, если вам интересно, вы запомните только два слова. Игнатий Лапкин. Моя фамилия, имя. По скайпу вы меня можете найти. И там я скину данные на наши ресурсы, которым нет равных во всей мировой сети. На вас ютуб-канал уже есть, да, свой? Есть как-то. У нас на ютуб-канале, моих только там, 17 300 роликов. Ого. Вы там увидите нашу миссионерскую поездку из Барнаула до Владивостока, потом до Лиссабона, Прибалтика, Скандинавия, Север и Турция. И в каждом, в каждый остановок 650, с остановок, я дарил мои 38 томов книг, которые вышли у меня. Обалдеть. Вот это вы мощно прям просто взялись за дело. Ну как, я в пяти университетах вел занятия, во всех отделах милиции, 45 лет начальник детского лагеря, детского православного. Нам есть что сказать. Ага. Тем более у меня... А какие чудеса, с какими чудесами вы сталкивались? Ну, в первую очередь, чудеса библейские, которые в Библии описаны, повторяю. А далее чудеса начинаются в собственной жизни. Чудо Божие, что я родился. Чудо Божие, что я родился не олигархом, а в семье, где отец инвалид войны, руки нету. С матерью полкласса не кончили. Десять ребятишек, пять мальчиков, пять девочек. И всех воспитали. И никто не больной. И ни один не потерялся. А сколько у вас уже детей? Да 20, 30 лет. Я просто вам слишком много уже сказал. Я просто рассказываю вам, что это уже чудо Божье. За всю жизнь, 81-й год мне, я ни одного матерка не сказал, ни одной таблетки не съел. А позади меня, за слово Божье, пять тюрьм и лагерь. И все это описано в книгах. То есть вы именно тюрьму, да, прошли? Фильм государственный, снятый о моей жизни. Он занял первое место на российском полигоне здесь. А еще раз повторите, как вас зовут? Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Это вы в скайпе на меня выйдете. А сейчас вы можете зайти на наш Ютуб. Называется Во свете Библии. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Канал. Написать слово канал. Во свете Библии. Мне прям очень интересно. И дальше, если вы через Гугл напишите сайт, вижу грамотный человек, сайт. Во свете Библии Игнатий Лапкин. И на сайте там все мои книги. Все книги. Там я отвечаю студентам на 4124 вопроса, ответы. Ответы на основание Библии, святых отцов, жития святых, мирового искусства, мировой поэзии. Ну это очень на самом деле похвально. А почему вы вдруг решили в деревне именно храм свой ставить? Вы же, да, занимаетесь храмом? Ну да, как почему? Потому что в стране погибло 21 тысяча сел полностью. 10 тысяч, как говорят, дышат наладом. Один-два человека. И мы взяли пустырь, там где наша была родина. Получили статус, построили храм, школу государственную. И сейчас в школе у нас и интернет все есть. И может поселиться, или разговариваем, когда человек докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор ведем. И все законным путем. На самом деле это очень хорошо, потому что пропаганда трезвого образа жизни сейчас прямо кстати. Потому что большинство людей же, ну вы видели, да, сами? Да я знаю. Одни пивнушки и табак везде. Мы живем по заповедям Божьим. У нас богослужения идут православные. К нам приезжают, служит митрополит Алтайский, Сергий Иванников, Московского патриархата. Но мы принадлежим, мы лично, общенно зарегистрированы, русская православная церковь за границей. То есть, с которой сейчас там объединились. Но мы регистрацию сохранили. То есть, они не могут нас закрыть. Вы не являетесь частью РПЦ, да? Да. То есть, они над нами власти не имеют. Ну, а служат, у нас, мы у них, там, и прищищаться могут. То есть, разницы уже нет. У полного произошло единения. Но, мы остались при своем. Поэтому к нам приезжают священники, митрополиты. И мы, мы две общины такое. А почему вы с РПЦ не стали? А потому что сразу разрушат. Во-первых, я начальник детского лагеря, 45 лет. Основатель его, православного лагеря. И три года еще в ином формате. Это они сразу закроют. То, что я говорю в книгах, это 38 томов, да еще 7 в интернетной версии. Они за это сожрали бы меня. Я никому не угождаю. Смотрю выше голов. Что Бог говорит? И поэтому они зубами скрижищут. Против меня в интернете примерно 220 роликов составили. Со всех сторон меня обложили, а сделать ничего не могут. Мои книги отослали там и Дворкину, это главный сектовед. И четыре сельскохих отдела, там Тульская епархия, Кемеровская, другие, занимаются моими книгами. Одесский монастырь, Киево-Пещерская лавра. Ногли бы за 15 лет хотя бы вызвать. А там против... Ну что, столько написано, да столько роликов, да меня голыми руками можно взять. А они ничего не могут сделать, потому что внутри они осознают, что они не правы, и нужно делать так, как мы говорим. Ну видите, это система все. Да, система... Их система все перемалывает. Но у нас в церкви с тарелкой не ходят. У нас свечи не покупают, не продают. Берем воск, сами выливаем воск на пасеке и ставят священник сколько надо. У нас ни за что деньги не берутся. Нету вообще денег. С нас налоги не могут взять. Мы жертвуем все, но без этих... Внутри церковных... Внутри церкви они же и так не обложены налогом в целом. Да они без налога там все показывают. Патриарха, яхта. Вот сейчас он полетел с Москвы в Санкт-Петербург. Три миллиона обошлось. Ну мне зачем за ним смотреть? Я живу, у меня пенсия большая. 8 тысяч 141 рубль 303 копейки. Да на 8 тысяч сегодня можно, знаешь, что купить. Интернет даже заплатить. Я понял. Я рад был с вами познакомиться. Очень приятно. Изучу ваше творчество. Возможно, как-нибудь еще свяжемся. Я по скайпу. По скайпу вы скажите, что вы были со мной здесь и были в майке зеленого света. Спасибо. Всего вам хорошего. Храни вас Господь. До свидания.